Девушки отдыхают 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 В самое сердце ничейных земель Ничейные, стало быть, никого нет Кто бы всем заправлял Поэтому все решает Грубая сила Можете представить, какие занятные Собеседники могут здесь встретиться Приятной осенней ночью Еще ничейные земли Известные своеобразием Животного мира Я бы сказал, что Геральту тут самое место Он вполне бы мог тут пристроиться лесничим Симпатяшка Дикст рассказал Что нам нужен Ивасик Геральт решил использовать Ведьмачье чутье, чтобы найти дорогу Ведьмачье чутье Усиливает и делает заметными Следы и знаки, оставленные Теми, за кем охотится Геральт Уютное место Наверное, здесь нет создания, о котором говорил Действия Ну вот, Геральт отыскал что-то вроде норы Уютное убежище Ивасика в болотах Недолго думая, он позвал хозяина Ивасик Не бойся Ты хмурница? А, прибожек Мало вас осталось на свете Я ищу девушку с серыми волосами Ты ее видел? Расскажи мне все сначала Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет Все складывается до банального удачно И Ивасику нужна помощь Геральта Чтобы вернуть голос Хотите знать, что случилось дальше? Я вам, Милсдори, скажу сразу Сцен любви и разврата не будет Зато будет кое-что другое Да-да, будут разные твари Например, утопцы Иначе говоря, утопленники Которых вовремя не вылупили И которые от такого к себе отношения Иногда оживают И живых людей хотят покусать И стала битва средь болот Лилась врагов густая кровь А также отлетали руки Да, не очень что-то Друг мой Геральт Иногда все же слишком отдается пылу битвы Чуть поостыв Он возвращается на дорогу Мы пришли? Да, я гляжусь На этом уступе есть что-то Что поможет тебе говорить? Придется туда залезть И Васик настоял Чтобы Геральт взобрался на гору Что же ждет ведьмака наверху? Крапканье по скалам Это то, что мне никогда не давалось Но Геральт не я Он всегда может найти Несколько путей Забраться куда хочешь Да мало того Он еще исследует все уголки и расщелины Да найдет там какую-нибудь штуку Хотя я сам Все нужные мне штуки Нахожу в борделях города Вердена И что же ждало ведьмака На вершине горы? Гарпии Это такие неприятные летающие твари Которых мой друг Геральт, однако Ловко умеет спускать с небес на землю Иногда на Геральта находят философский стих И он любуется красотами природы Новиград, из которого ведьмак начал путь В четырнадцать раз дальше от него сейчас Чем вон то огромное дерево на горизонте Держи Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, корзинка, пердеж Как звучит? Я ищу девушку с серыми волосами Не видел ее? Еще бы не видел Как-то с утра я вышел как всегда сделать кучу Это мой любимый момент дня Солнышко светит Птички поют Ветерок веет Сижу я, значит, довольный А тут как жахнет, как грохнет И неоткуда появилась девица Володая, серовласая, как ты сказал А вдовавок она была ранена И едва дышала от усталости Она ополчалась в сторону детских хат И не слазил, будто за ней ведьмы гнались Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала Но она не слышала Но у меня же голоса не было Может, в этих хатах что-нибудь знают? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет А с тобой разговаривать? Я-то к ней подход знаю Ладно, ты мне помог И я не буду вредничать И тоже тебе помогу Пойдем И Васик вернул свой голос Вам решать, хорошо это или плохо По мне так просто ужасно И более того, я бы половину бардов Тоже лишил голоса Но тут главное то, что Геральт все ближе К встрече с пепельно-волосой девушкой Но куда же его привел и Васик? Все в порядке Ни пол ведьмы не видать Сейчас пою бабушке Успокою ее Соловьи уже умолкли Умер ветерок А луна из черных тучек Сыплет свой песок Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву Вернусь домой, поищу Нельзя тебе здесь быть, Ивасик Не можешь ты сюда приходить Тихо, тихо, бабуся Спокойно Тебе вредно волноваться Девушка, о которой я спрашиваю Бабусь, ты только не сердись Этот индивид очень хочет встретить хозяек О, нет, нельзя Это очень важно Индивид, заткнись А ты, бабуся, выслушай меня Я нашел Ясеньку, когда она пропала? Нашел Горячку у гневки унял? Унял В обмен я тогда ничего не просил Ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии Так вот сейчас я кое-чего хочу Ты уж бабуся ему помоги Этому индивиду А то же он меня изводить будет Кучу навалить спокойно не даст Девка у него пропала Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик Помогу ему Ступай за мной Ивасик добрый мальчик А вот хозяйки его не любят Паршивая тварь Не любят его Что за женщина на гобелине? Это хозяйки Всемогущие хозяйки Отзовитесь на призвание Жалкий червь перед вами встанет Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу Где она? О, какой ретивый Может, он любит только сероволосых? Значит, вы встречались Расскажите мне все Прямо в лоб? Может, и к лучшему Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый Человек пошел на человека Земля напиталась кровью Зло сильно, как никогда прежде Напившись гнева и страданий Темная сила восстала у Штейкеров Уничтожь бестию И мы будем тебе благодарны Все расскажем о твоей парышне Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгер и тебе все расскажет Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание Теперь наша служанка даст тебе стилет Со староста этим я поговорю, но ничего не обещаю Шевелись, женщина, отдай стилет А ты возвращайся, когда выполнишь задание Да, госпожа, стилет Принести стилет Вот тебе стилет Хозяйки велели тебе дать Даю этот стилет Лату от старосты положишь на валун Лысый валун Валун лысый Знает валун Валун слышит Милые дамы пообщались с ведьмаком Геральт поспешил в деревню Штейгеры И переговорил с местным старостой по поводу полученного задания Чем ведьмак отличается от Барда Так это тем, что он сразу замечает вещи, которые можно использовать в бою Вот те облака газа можно взорвать, подполив их знаком Игни и поджарив все вокруг Зато у меня диапазон в пять октав Почти Отчаявшиеся, озлобленные люди Частое явление в этих местах Они вооружены всем, что попадется им под руку Молотками да вилами Таких серебряным мечом рубить Обижать благородный металл Поэтому Геральту лучше взять меч попроще Стальной Геральт поспешить Геральт поспешить Старости была нужна помощь на шепчущем холме Вот, мол, помогите нам, милздарь А там и ведьмы вам помогут Все плел про какое-то древнее зло Не иначе кто-то из деревенских с перепою корягу увидел страшную Приятная деревня Ну, так Просто жемчужина болот Раз вы так говорите Узнаешь, стиле? Да, сударь Не знал, что вы им принадлежите Я должен помочь тебе Рассказывай, что стряслось Коротко и по делу Война пробудила старую силу Злую силу Кормится она пролитой кровью Кошмары снятся в ночь и наяву Люди спящими выходят из дому И не возвращаются Под деревом на шепчущем холме Лежат непогребенные Отцы, сыновья, дочери, матери Люди их тронуть боятся Вот туда и отправляйтесь Надо бы напрогнать темную силу Я пройдусь по шепчущему холму Токма, осторожнее, сударь Не думайте, что легко будет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тварь, которую убил Геральт Называется водяная баба Бабец неприятный Любит всякую хмарь и влагу От огня помирает И тут ведьмак приблизился К шепчущему холму Он решил воспользоваться Своим ведьмачьим чутьем Чтобы обнаружить подсказки И разобраться в ситуации Ах, мне бы такое чутье месяц назад Не пришлось бы в шкафу прятаться А потом голым по городу бежать Снова следы волчьих когтей Надо тут осмотреться Что же видит Геральт? Следы твари Волку подобной Стало быть, не врал староста Как есть тут злобная сила бродит Ведьмак снова взялся за свои Нелюдские штучки-дрючки Сам Геральт зовет это медитацией Во время нее Он может приготовить И воспользоваться Любыми эликсирами Из своего инвентаря Уходи 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 Мне не сдержать силы Что меня хранит Покажись Я хочу поговорить Волкалаке славится Своей способностью К регенерации Так что Ведьмак изготовил бомбу Начиненную серебром Чтобы противостоять этому Не приближайся Отойди Чую Откуда пришел Волкалак И был источником того зла О котором говорил староста Угадайте Что решил наш доблестный Седовласый друг Геральт Решил это зло Истребить Волкалак 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 Решил это зло Истребить Кто ты? Я вас удивлю, оказывается, Волкалак не был источником зла. Значит, Геральту нужно продолжать искать. Уходи, уходи, уходи. Ведьмак увидел небольшую пещеру. Был бы я там, никогда бы туда не полез. Пещеры напоминают мне шкаф, а у меня дурные воспоминания об одном злокозненном рогоносце. Но Геральт был уверен, что надо лезть именно туда. Плавание, и особенно подводное, вот что Геральту очень нравится. Нет, иногда оно полезно. Допустим, коралл добыть для прекрасной дамы или еще что. Но я сам этой любви к воде не одобряю. Не русалок же там тискать. Хотя, чего вы от Ведьмака хотели? Он и с ними может. Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить? Или освободить меня хочешь? Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня. Прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня. Прошу. Я могу быть вихрем. Могу помчаться. Могу их спасти. Только я. Я не верю тебе, дух. Слишком многое говорит против тебя. Я не могу доверять только твоим словам. Не смей причинять мне вред. Против тебя станут силы природы. Я должна жить. Это один из тысячи моментов, когда Геральт решает судьбу свою, селение и мира. Хочешь, помоги духу дерева. Хочешь, убей его и выполни пожелание ведьм. Вот лично у меня эти духи дерева не вызывают доверия. Так что я бы лучше спалил его. И что значит долгая дружба? Геральт думает точно так же. И вот зло повержено. Теперь надо собрать плоды того решения, что принял ведьмак. Ему нужно возвращаться обратно к ведьмам. На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть. Что там такое поселилось? В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о платье. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте кастелет. Сейчас вернусь. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты отрезал себе ухо? Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Дух дерева Геральт прикончил, чтобы ведьмам приятное сделать. Но теперь дети из приюта таинственным образом пропали. Неприятная история. А дальше, милстерин, история была еще страшнее, запутанней, и местами прямо разврат настоящий творился. Спрячь оружие, юноша! Вживую он еще краше. Ммм, вы вживую тоже. Другие. Не как на Габелине. Ну, принеси! Принеси! А не разглядывай! Ммм, вы вживую! 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 Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Ммм, мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедяшка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Она обрежала меня. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это под зверинным гнупленностям. Мы видели ее образ, как ряд на лужах. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови. Посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Зимний кровь. Не теряйте. Спасибо за внимание. Мы очень надеемся, что вам понравилась презентация. До скорой встречи в полной версии игры. И не забудьте оформить предзаказ на официальном сайте. TheWitcher.com Субтитры создавал DimaTorzok